почему благодарности возникает потому что это зависит от контакта с богом ну то есть если судьба надавила то контакта такого сильного нет и нет больших чувств от молитвы но если человек побеждает судьбу у него ясное сознание чистое сознание радость такая в сердце приходит и когда душа радуется она чувствует себя очень хорошо то у нее всегда в сердце возникает благодарность это просто естественно не был такой случай один маленький ребенок не при ну привели маленького ребенка на лечение он только начал ходить ну может быть чуть больше года совсем маленький ребенок вообще просто очень маленький и он весь был покрыт коркой кожа была покрыта коркой он не знал что такое не болит кожа у него постоянно чесалось все вот он в этом жил в этом состоянии у нее лицо все тело в этом корости вот и я подобрал травы для этого ребенка специально подобрал травы мы сделали повязки с травами и он видел как я смешивал этот сбор для него его смешивая специально то мы поставили эти травы и у него прошел зуд на теле перестала чесаться у него кожа начала белеть сразу красная была я начала белеть вот этот ребенок он взял эти вот эту ну тарелку с травами взял ее а у мамы то есть я говорю пересыпайте себе пакет она он и не начал просить она ему дала эту тарелку он понес эту тарелку с травами и мне вот так подарил вот так ну прямо вот дал мне в руки благодарность то есть он увидел что вот эта трава ему избавила от зуда маленький ребенок всего один год он ничего не соображает понес как бы подарил мне травой благодарность возникает когда человек чувствует что-то необычное у него в сердце очищается что-то происходит какие-то изменения серьезные для этого нужно просто сильно включаться в процесс вот сейчас у нас процесс будет очень сильным мы будем громко повторять я желаю всем сейчас не как прошлый раз поднимите руку кто в прошлый раз был на ретрикте в этот раз будет не так кто-то знает как бывает еще что мы долго повторяем каждый звук я желаю то есть вот так будем долго повторять это еще сильнее действие вот и поэтому у вас через час точно возникнет благодарность сто процентов вас пробьет почувствуете счастье и благодарность я правильно поняла когда это чувство благодарности нет надо сесть и не молить зачем нет чувства благодарности пошел нафиг чем молиться конечно нам надо молиться куда нам деваться если нас пригружает какая будет благодарность когда человек в плохой судьбе находится он на всех обижен несчастный ему что-то хорошее делают он даже не замечает ну что ему плохо но когда человек побеждает судьбу и победил и возникает благодарность сердце я понял спасибо вам будьте счастливы благодарность в этот раз я думаю будет обязательно потому что сильно очень молитва идет у вас возник вопрос по ходу дела ну хорошо по молитве этот вопрос ну судьба вот это вот мы совершали поступки с прошлой жизни или в этой и были у нас какие-то желания желания они диктуются поступками вот какие у человека поступки такие будто желания есть поступки и желания и эти поступки и желания они создают направленность жизни у человека и есть еще наказание то есть приходит время и определенная сила наваливается на нас определенная сила энергия психическая и И человек теряет силу, он становится слабым, или он становится очень раздражительным, теряется чувство любви к близкому человеку. Это все как наказание за то, что мы раньше делали. И человек, когда страдает, он таким образом постепенно побеждает эту судьбу. Вернее, не побеждает, а она уменьшает свое влияние, потому что как посидел в тюрьме срок свой, иди, выходи, потому что ты наказание, так сказать, принял. Понимаете? То есть можно через страдания страдать, и судьба отступает из-за страдания. А можно еще есть другой вариант. Когда человек сильно свою память настраивает на Бога, то так как цель человеческой жизни он осуществляет, потому что главное — это нам идти к Богу здесь, в этом мире. Цель человеческой жизни — это движение к Богу. И если человек эту цель выполняет, то, в принципе, нет смысла его мучить. Ну, то есть человек начинает думать о Боге, молиться Ему, славить Господа, и в это время его память соединяется с Богом, и энергия Бога начинает сжигать плохую судьбу. Ну, то есть как удача приходит в жизнь человека, какое-то спасение. И вот эта молитва, она сжигает плохую судьбу, и плохая судьба выражается в виде тяжести в сердце, отчаяния, боли, тяжело. Вот там, допустим, у вас где-то около года назад было такое состояние, по-моему, связанное с работой, что ли, у вас, что вам тяжело было, такое непреодолимое такое чувство. И если человек в памяти молится, вот думает о Боге в это время, то оно вот так оп и проходит. Ситуация есть, здесь ничего нет, ты чувствуешь себя нормально. Это первая стадия победы над судьбой. У нас три круга судьбы, как бы, вот первый круг внутри человека. Потом дальше ты молишься, и ты уже начинаешь знать, знаешь, что делать с этой ситуацией, как разговаривать с кем. Тебе не просто знаешь, а у тебя еще на это есть сила. Допустим, начальник тебя обижает, а ты с ним спокойно говоришь. И вторая, и третья стадия, изменяется восприятие тебя у человека, который тебя мучает. Это полная победа над судьбой. Это все происходит за счет энергии Бога. Его энергия, она растворяет плохую судьбу. И когда человек это увидел, как это происходит, у него появляется желание дальше продолжать этот путь, делать то же самое для победы над судьбой. И это называется вера в Бога. Вот вера в Бога означает практическая вещь. Ты начинаешь молиться и чувствуешь, что тебе лучше становится жить, преодолеваешь препятствия, начальник перестал тебя мучить. И так далее. Это практическая вещь вера в Бога. Это за счет молитвы происходит. Легче жить становится. А как она проснется, если начали, допустим, вот, допустим, вам говорят, ты как бы веришь, что ты сможешь там вот с этим подраться и победить его? Ты говоришь, ну, я не знаю, верю я или нет, я никогда не дрался в жизни. Вот. Ну, значит, ты убежишь от него, он начнет драться с тобой, и все, и ты сморешься. Почему? Потому что у тебя нет практики. Ну, то есть вера всегда приходит через практику. Вот если ты молишься, постепенно ты смотришь, как это действует. Помогает, не помогает, что происходит. И в зависимости от того, что ты видишь, ты как бы принимаешь такую позицию. Если все меняется в жизни, значит, вера усиливается. Если не меняется, то она не усиливается. Это практическая вещь. Но веры без практики не бывает. Как можно верить в то, чего ты никогда не видел, не чувствовал? Ну, допустим, у меня были разные в жизни ситуации, когда я молюсь за человека, он лежит в реанимации. И в тот момент, когда я чувствую вот сердце, что все, он будет жить, он начинает дышать в этот же момент. Понимаете? Он там в реанимации, там известно, когда он дышать начинал. Мы как бы узнаем, и оказывается, в то же самое время, когда я почувствовал, что он будет жить. А я почувствовал это благодаря молитве, потому что я совершал аскезы определенные. Ну, то есть, это вот так примерно работает. Ты думаешь, ничего себе, как это мощно. Не бывает же таких совпадений? Вот человек не дышит, ты молишься в это время. Бац! Ты чувствуешь, что он будет жить. И он начинает дышать, и тоже чувствует, что он будет жить. Синхронизация такая. Классно? Супер вообще. Ну вот, надо сейчас вам попробовать. Попробуем. Это только ваша оценка, это только начало этого пути, потому что потом окажется, что это не настолько супер, как вы думаете, а гораздо сильнее. Ладно, хорошо. Ваш вопрос сзади. Да-да-да, вон. Здравствуйте, Олег Геннадьевич, что вы у вас спросите. Спасибо, счастья. Поставьте, пожалуйста. Сопротивляются. Я молюсь за оттах своего, чтобы Господь мог ему преодолеть свою вредную педитку, его истятость к алкоголу. Но вот сколько бы я ни молилась, он не удается помочь ему оттуда. И я понимаю, может быть, правильнее было, чтобы... Ну, вот я не говорю, давай вместе с тобой помолимся там. И какие бы я варианты не пробовала... А он соглашается молиться? Или он говорит, мне это не надо? Да, он отрицает это. Вот смотрите, есть один феномен такой, что ты когда молишься за человека, а он не хочет ничего менять в жизни вообще, ему все равно. То эта молитва, она встает возле него. Уже очень много молитв возле него вашей стоит. Но в него не входит. Потому что есть такое правило в этом мире. Есть свобода выбора. Ну, Господь всем дает свободу воли. Если человек не хочет в жизни ничего не менять, он не хочет становиться лучше. Это его правило, это его принцип. То молитва в этого человека не зайдет. Но есть еще один момент тоже, который надо знать. Если вы продолжаете молиться, то рано или поздно придет время, и вашему отцу от того, что он делает, станет очень плохо. Потому что это неизбежный результат его жизни. Я даже примерно знаю, когда это произойдет. И когда человеку становится очень плохо, он начинает менять свою позицию, он начинает просить помощи. И в этот момент, когда он попросит помощи, вся ваша молитва войдет в его сердце. А он не просит. Вот я даже ему рассказываю, чтобы избежать. Он сейчас не просит, потому что он сейчас не просит. Ему это сейчас не надо. Еще раз повторяю, что просьба возникает, когда человек сильно страдает. А он сейчас не страдает. Ему кажется, что у него все нормально. А вот еще один такой момент. У меня там же сняется сила вот эта. Внутри иногда она у меня есть, и я молюсь за него. А когда я смотрю, что он игнорирует мои слова, мои просьбы, наступает момент, когда я опускаю в сторону. И потом через себя должна переступить и опять найти эту силу, помолиться за него. А потом уже у меня начинается из-за головы какой-то такой сбой. Ну вот вы объясняете, что уже очень много сил и молитвы скопилось возле него. Вот она его давит ему на мозги, а он меняться не хочет. И эта сила начинает возвращаться к вам. Что типа он не хочет меняться. Вы отчаяния входите. Да. Если вы сейчас будете продолжать молитву, перешагивать через себя, усиливать свое воздействие на него молитвой, то вы будете приближать его к критической ситуации, которая заставит его испугаться и принять молитву. Я могу сказать то же самое. У меня было с одним своим родственником. Я тоже молился за него. И он мне говорил, я не брошу пить, отстань от меня. Прямо так наглую, я не брошу пить. Я говорю, нет, бросишь. Он говорит, нет, не брошу. И тоже вот эта моя молитва, она сталкивалась о него и возвращалась ко мне. У меня такое было чувство, что я как будто через силу за него молюсь, как будто я себя насилую. Я все равно пересиливал себя и молился за него. Результат пришел такой. У него возникла болезнь, которая вызывала от спиртного рвотный рефлекс. Ну то есть он пытается выпить, а его рвет. И он перестал пить, потому что он не смог. У него тошнило, рвало от спиртного. Просто при любой попытке выпить. Он не смог пить в результате. Вот. А потом, когда он отрезвел, прошло месяцев 7-8, он начал думать о том, что он прожил жизнь зря, начал раскаиваться, плакать. И через 3 года ушел из жизни в таком состоянии раскаяния. Это все равно молитва работает, рано или поздно она или переломает его, и он заставит его не пить. Или, ну это через события происходит. То есть обычно эта молитва как бы приближает человека к тяжелым событиям в его жизни, которые заставят его опомниться и перестать пить. Олег Геннадий, еще такой момент, вот он отказывается бросать, потому что внушил себя, ему сказали, что он смертельно болен. И он умрет, поэтому он не хочет ничего в своей жизни не поменять, потому что он умрет. И все. Ну это, это как бы, ну само спиртное, когда человек пьет, это же есть самоубийство, это вид самоубийства. То есть человек убивает свое существование просто этим. Все, он не живет, он существует. Ну вот поэтому он говорит, ну занимается самоубийством, жить не хочет человек просто. Я поняла. Благодарю. Сражайтесь. Вы скоро все, победите судьбу, вам осталось немного. Благодарю. Хорошая тут, какие красивые цветочки. Ой, у вас это упало. Вон, возьмите ваше. Надо помазать носик. Поставьте в это, в вазочку поставьте, пожалуйста. Спасибо вам большое. Счастья вам. И подождите. Сейчас цветочек вам. И вы подойдите ко мне тоже. Ваши подойдите? Да. Давайте я вас буду следовать. Спасибо вам большое. Благодарю за все знания. И вас понравилось. Счастья вам. Все, мои хорошие. Так. Давайте вы спросите. По молитве, да? Вопрос. У нас только по молитве сегодня. Спасибо большое. Меня волнует один вопрос. Скажите, пожалуйста. Я слышала в вашей лекции, что Бог — это вершина горы, а склоны к этой горе — это разные религии. У меня есть моя родная религия. Я в вечер, в вечер, читаю вовремя религии, но вот в трудный период край жизни я познакомилась с людьми и другой религией. И они меня приглашают на программу, и я хожу туда, но изначально я тогда хотела получать знания на лекции. но потом меня оставляли, и я оставалась, и я оставалась, и непроизвольно я молчала, потому что понимала, что моя религия, она у меня волна. Я там ловлюсь перед иконами. Ну и молитесь дальше в своей религии. непроизвольно я в момент поселения святого бога там я прыгала на свое имя, и я плакала, потом улыбалась. Знаете, почему? Просто вы предали бога, там другой бог, а у вас один бог, а там другой. Я непроизвольно повторяла там святого бога, и потом испытала большое чувство вины, что я предала. Да, да, потому что там один бог, а у вас другой, вы предали. Я не могу идти по двум склонам к одному богу. Вы идите по своему склону, а туда приходить, потому что там интересно. Можно так? Да у бога нет, это все мы придумали, у бога нет запретов. Ходите к нему куда хотите, хоть там, хоть с вами. Ну, это мы придумали все эти запреты. Мы думали, что это разные боги, там какой-то бред вообще. Ну, нас это мы насочиняли все. Я так и думаю, как вы говорите, но почему у меня возникает это чувство предательства и людьми? Потому что вы не знаете, что это один и тот же человек. Ну, допустим, приведу пример. Допустим, у вас есть муж, да? Ну, допустим, есть муж, вы его любите, вот, и вы не знаете, что он гримируется и как бы на работе у вас тайком он работает начальником, да? Вы думаете, этот начальник что-то мне очень нравится. И он вас приглашает на свидание, вы к нему приходите и говорит, я люблю свой мужа, буду ему всегда верна. Он говорит, ничего страшного, как бы у тебя не будет никаких проблем, вот. И ты все равно, ну, ни за что, я очень верная и ни за что с тобой не буду ходить на свидание. Все, хочешь, выгоняй меня с работы. Тут он снимает грим, оказывается, это ее муж. Ура! Можно ходить на свидание. Так как вы не знаете, что это одна и та же личность, Бог, и там, и там, вы этого не знаете, у вас нет этого знания. Поэтому вы чувствуете предательство. Понятно? А я знаю, что это одна и та же личность. Поэтому я не чувствую предательство. В этом между нами разница, между вами и мной. Но раньше я чувствовал, что есть разница. И меня это смущало. Но потом перестал это чувствовать. Я почувствовал, что это одна и та же личность. Просто она приходит ко всем по-разному, под разными именами. Есть воплощение Бога. То есть Бог, воплощение Бога, это означает, что он как бы, ну, вот, допустим, все-таки воплощение Бога. Вот у каждого человека в сердце есть Господь. Один и тот же Господь в сердце. Ага. Один и тот же Господь в сердце каждого человека, это воплощение Бога. Вот, допустим, Бог один, но Он живет в сердце каждого человека. Он может себе позволить, понимаете, что Он Бог. Это воплощение Бога. Вот у меня здесь свое, у вас свое. Но это один и тот же Бог. Он живет в сердце каждого человека и даже в сердцах животных Он живет, не то, что людей. Он ведет животных также за собой. И если мы хотим отношения с Богом строить как с личностью, то тогда для этого существуют различные духовные традиции. Причем даже вокруг одного Священного Писания есть много духовных традиций. И они все отличаются друг от друга только по настроению отношений с Богом. Разные правила, предписания, настроения. Одни Богу молятся в таком настроении, другие в таком. Это означает отношение с личностью. Настроение должно быть какое-то. Вот это и есть вера. Вера означает какое-то настроение в отношении с Богом. Все. Бог один и тот же. Вам нравятся два настроения, вот это настроение нравится, и то настроение. ничего страшного, это нормально. Я могу молиться и памятам и думать об одном человеку, об одном Боге. Я понимаю, что это будет времени, но, наверное, и придут все на это. Но Бог это не человек, понимаете. Это вот как, допустим, есть искорка света, а есть солнце большое. Личность и человек это разные понятия. Личностью может быть не только человек, может быть ангел личностью. Вот, допустим, ангел пришел к вам, он человек или не человек? Нет. Он личность? Да. Ну, то есть Бог это личность. Это значит, что он себя осознает, у него есть близкие, родные, понимаете. Есть, допустим, Мария Магдалина, она близкая, близкая к Богу, поэтому, когда он воскрес, он ей первый показал себя, что она самая близкая из всех. Она его вечная спутница. Есть мама, она вечная спутница, вечно с ним мама Бога. Понимаете? Это сокровенные вещи, которые мы не понимаем. Когда Бог приходит, он приходит со своими близкими в этот мир. Они помогают ему его миссию нести. Он приходит в разных воплощениях. предательства. Почему не думать? Думайте. Я вам говорю, не думайте о предательстве. Как вы будете не думать, если вы чувствуете предательство? не думать, что Бога не предательство, потому что он один. Вы же сказали себе, это моя вера. Вот у меня есть вера, я никогда не поменяю. вера. Ну все. Этого достаточно. Спасибо. Вера вера это такой самый глубокий вкус отношений с Богом. Это есть вера человека. Ну бывает разный вкус. Является ли это предательством, что ты как бы радуешься тому, как люди служат Богу. Вот я пришел в один храм, допустим, мне нравится, что люди служат Богу. Пришел в другой храм, там мне тоже нравится, как люди служат Богу. У нас в Индии в одном месте был духовный фестиваль большой такой, там было 10 тысяч человек присутствовало. Все радовались, танцевали. И пришла большая делегация суфиев, ну человек 50 наверное, прямо на праздник. Мы как бы сразу на сцену вывели вот всех и им дали почетное место самое. И они начали рассказывать, что Бог один и тот же. нам нравится, что вы так любите Бога, радуетесь Ему, танцуете, поете для Него. Мы его любим точно так же. И они с нами об этом поговорили и пошли дальше. Поучаствовали в празднике и пошли дальше. Но у них своя вера, они верят по-своему Богу. Но при этом радуются, когда люди тоже верят Богу. Вера, когда человек меняет веру, это значит, что у него не было никакой веры. Потому что если у человека есть вера в Бога, вот это чувство к Богу, то как его поменять? Вот допустим, ты любишь девушку, да? Вот любишь девушку. Это можно поменять? Вот любишь ее, вот любишь. Вот раз и поменялся, раз другую начинаешь любить. Это возможно, нет? В принципе. Если ты любишь, значит ты не поменяешь. Если ты ответ очень простой. Вы допустим сидите там, читаете молитвы допустим, а сами вспоминаете Бога вот в своей вере, да? Это и есть вера. Вот сердце живет вот эта память. Вам нравится такое настроение отношений с Богом, которое вы имеете в своем сердце. Замечательно. Ну все, без вопросов. Вы меня убедили. Ну тянь ты идите. Меня тоже бывает тянет везде, потому что Бог везде есть. Бывает люди так замечательно поклоняются Богу, служат, что туда начинают тянуть. Но это не значит, что ты веру должен менять. у меня такие взгляды, но вы сами можете придерживаться разных взглядов. Есть люди, которые брезгуют всем, что не связано с их верой. Согласно моему знанию, пониманию вещей, это называется ограничение. Или человек переносит эгоизм, человеческий эгоизм на Бога. Или присваивает Бога себе. Ну то есть он думает, что вот только у нас, в нашем течении духовном есть Бог. А у всех остальных нет Бога. Ну то есть если другими словами мать Тереза она католичка, но она святая, и это все признали на этой земле, что она не с Богом имела дело, что ли? Или ее исключение, как бы, или как проповедь одного православного священника я слушал, мне очень понравилось, там был неизвусмысленный намек. Он говорит, вот у меня вопрос к вам, братья православного, он говорит, только православные или люди приходят к Богу? И некоторые говорят, да, только православные к Богу приходят. И он говорит, а вот этот вот бандит, который висел на кресте, он как бы, Бог его помиловал, он был православный? Тогда еще православия не было, просто Фомини, как он мог быть православным. Поэтому как бы это очень правильный ответ. К Богу приходят все, кто в Него верит, идут к Нему. Ну, есть разные пути, разные веры, традиции. Там есть заповеди, есть святые люди, есть понимание, что Бог один, есть правила определенной жизни. Все это от Бога идет. Они все одинаковые, если посмотреть разные традиции. Все это одно и то же у всех. Или, допустим, взять Моисея, он православным был или нет? Вот все признают Моисея, что Моисей это человек Бога. Так? Он православный был? Нет. У него вообще еврейская традиция духовная. Так? И так далее. Поэтому как бы примерно вот так вот. Если Моисею как бы сказать, что типа у тебя вера неправильная, вот у нас правильная, у тебя неправильная. он очень сильно удивится. Или Мухаммед пророк, которым Бог прямо давал знания в сердце. Он что, не пророк, не святой? Бог с ним не связан никак? Или связан? У вас сомнения? Почитайте его биографию, поизучайте, посмотрите его деяния, как протекала его жизнь. И у вас сомнения все отпадут. Потому что то, что происходило с ним, не иначе, как от Бога не назовешь. Если человек заходит с мечом к нему, и человек хочет его убить, ему все равно потом погибнет он или нет сам. А этот Мухаммед сидит перед ним и говорит, да, можешь меня убить. Тот говорит, а почему ты так не боишься? Он говорит, потому что я знаю, кто ты и зачем ты сюда пришел. Он говорит, ну кто я? Он говорит, ты преданный Богу человек. Он говорит, ты зачем я сюда пришел? Он говорит, ты пришел сюда за тем, чтобы после меня стать следующим халифом. И тот просто был в шоке. он пришел убить человека, а тот ему такие смелые вещи говорит, и ему по барабану вообще, что дальше он будет делать. У того даже рука не поднялся, он руку не мог поднять с мечом, чтобы его убить. Понимаете, и он стал последователем сначала Мухаммеда, а потом после Абубакра стал следующим халифом. это история. Но мусульманство это хорошее вероятное. Если я прихожу допустим к суфиям, они вот так кружатся перед Богом, танцуют, и я с ними станцую, я придам свою веру или нет? А Богу понравится, если с ним буду танцевать? Так вот запомните, если вы делаете что-то, что нравится Богу, то никогда не произойдет двух вещей. Первое, вы никогда не поменяете веру, и второе, это никогда нельзя назвать грехом. Понимаете? То есть вы радуетесь тому, что люди идут к Богу, вы с ними вместе танцуете. Что тут плохого? у нас просто православный храм отмечают, что в очень многих местах нет благодати. Там приходят люди тоже к Богу и что это можно использовать и на самом деле что как быть на такие это самое священное которое будет. Ну я не против. Надо идти туда, где есть. А пускай они придут и посмотрят. Пускай они походят в эти места и посмотрят есть там благодать или нет. Благодать там где есть святые люди, там где люди вдохновлены идти к Богу, там где они соблюдают заповеди, там где они искренне служат Богу, там есть благодать. Правильно говорят или нет? Надо разобраться. Если говорят нет, значит ли это что ее не так произошло? Я пришла в православный храм, мы кричали бабушки, расстроилась. Православный храм ничего общего с бабушками не имеет. Ну какое было понимание на этот момент? Есть куча православных святых, которые лично у меня в сердце вызывают глубочайшее вдохновение. если бабушки какие-то придурковатые не понимают, что они как бы представителем Бога являются с прихожанами и разрушают в них веру, это не значит, что православная вера является плохой или в ней нет благодати или нет святых. Вы просто не на тех нарвались. Ну и сходите еще раз тем, у которых есть благодать. Вас поменяется представление бытой веры. Я имел дело с людьми, от которых идет благодать. Я просто больше хотел, чтобы это понять. У меня больше было желание понять. И еще хочу сказать вам одну вещь. Если кто-то еще здесь осмирится, вот в этом зале, обсуждать какую-либо веру и сравнивать ее с другой, я иду отсюда, и вы меня здесь больше никогда не увидите. если у вас в мыслях возникла идея сравнить одну веру с другой, то похороните свою мысль или вы похороните самого себя, особенно если вы эту мысль осмелились озвучить. запомните Богу очень сильно не нравятся такие рассуждения. Мы слишком тупые, чтобы понять его замысел. Понятно? И если вы хотите узнать, что такое православная вера, тогда вам надо искренне молиться, чтобы перед вами предстал Сергий Радонежский, или Севросим Саровский, или Святая Матрона, и так далее. И таких святых бесконечный ряд, которые никогда не закончатся. вы тогда поймете, что такое православная вера, когда увидите всех этих святых и благодать Божию и чистоту. А тупые бабушки, которые... А можно цветочки поставить? Дайте мне и сама как светочек.